Девушки отдыхают Уже более 30 лет на вооружении российских ВВС стоит самолет-разведчик А-50. Он представляет собой полноценный авиационный комплекс дальнего радиолокационного обнаружения. Созданный на базе самолета Ил-76, самолет-разведчик применяется для ведения разведки и корректировки действий войск и авиации. По программе Министерства обороны отечественные самолеты-разведчики сейчас проходят глубокую модернизацию. А-50 не исключение. В результате такой модернизации появился разведывательный самолет А-50У, как его называют военные универсальные солдаты. На этом самолете используется новая элементная база. Вычислительный комплекс позволяет более качественно и быстро обрабатывать информацию, которую мы получаем о воздушных, надводных объектах. Алгоритм работы с вычислительным комплексом очень удобен. На Северный военный аэродром разведчик поступил в прошлом году. Внешне он практически неотличим от А-50-го, но это только видимость. Многие его детали строго засекречены. Нашей съемочной группе удалось совершить учебно-боевой вылет на этом уникальном самолете. Те, кто видят этот самолет впервые, думают, что в носовой части у него расположена антенна. На самом деле это штанга топливоприемника системы дозаправки в воздухе. Настоящая антенна А-50-го расположена в грибовидном обтекателе над центральной частью фюзеляжа. Экипаж самолета-разведчика — это элита ВВС. Только профессионалам с многолетним стажем можно доверить управление универсальным солдатам. Штурманы наведения готовы к выполнению боевой задачи. А-50У противника не атакует. Обнаружив его, разведчик отправляет к цели истребитель. Этот радар видит практически все в радиусе до 600 километров. Любой самолет-противник, пусть даже условный, попадающий в зону обнаружения А-50, сразу становится виден как на ладони. По сравнению с А-50 этот самолет оснащен усовершенствованным радиолокационным комплексом и может захватывать цели на большей дальности. Экипаж самолета видит врага только по приборам. Если раньше А-50 обрабатывал 60 воздушных целей, то сейчас эта цифра увеличилась кратно. Мы сейчас наблюдаем условного противника, который движется со стороны запада на восток. Вот линия фронта. Тут является наведение наших истребителей-перехватчиков. Вот на границе соседних областей обнаружены нарушители. Получив информацию от самолета-разведчика, с аэродрома Хатилова в Тверской области взлетает перехватчик МиГ-31. Цель обнаружена, теперь дело за истребителями. Роль врага на этом учебно-боевом вылете исполняет самолет Су-27. Штурманы наведения свою задачу выполнили. Условный противник обнаружен и условно уничтожен. Теперь можно немного отдохнуть. В модернизированной версии А-50 появилась своя зона отдыха. Раньше летчики не могли позволить себе таких удобств. Данное помещение очень напоминает купе поезда. В это время командир корабля ведет самолет на посадку. Учебно-боевой полет завершился глубокой ночью. Чтобы успешно посадить самолет, летчики в основном ориентируются на показания приборов и находятся на постоянной связи с землей. 0-24 выполняйте 3-й, радиальная 20. Экипаж самолета-разведчика в очередной раз доказал, что российское небо под надежной защитой. Модернизация авиационной техники происходит постоянно. Но точно можно сказать одно. А-50 еще многие годы будет оставаться важнейшим звеном в системе стратегической безопасности нашей страны. Редактор субтитров А.Семкин